здравствуйте с вами снова андрей лаван мы тут продолжаем вообще искать товарищи с которыми можно поиграть гвинт бой еще какого то нового монстрюка встретил да так мы его убили и не заметили даже но он пятого уровня был а то он меня травил как видишь потому что это по-моему не гнилец а непонятно кто с ним не взрывается он так раз взрывается но по-другому короче он взрывается так в принципе мы хотели еще немножко мы потренировались с гвинтом в принципе я теперь играю не настолько днищенски но к сожалению карту мы понабрали сейчас я вам колоду покажу у нас в принципе не играть значит короче говоря по поводу гвинта ну собственно говоря я далеко не сразу это понял я поясню для зрителей имеется 4 колоды значит первоначально собрана одна королевство севера но ее еще можно для нее дополнительные карты брать то есть если я правильно понял то перед игрой вам необходимо разложить вашу колоду то есть специально зайти в менюшку выложить там те карты которые не нужны например у королевства севера довольно много скажем так юнитов очень слабых риданских пехотинцев я в них большого смысла честно говоря не вижу они могут решать узкотактические задачи например заставить противника сделать ход но в целом они не особо нужны вот как бы еще есть скритаэли чудовище нильгард у меня собрано как вы видите скритаэли 13 из 22 карт поэтому я пока играть 3 колоды не могу нильгард 18 из 22 карт здесь ближе а вот у чудовища все совсем плохо одна карта единственная у меня есть в общем я так подозреваю что чудовище появляются только на скеллиге в большом количестве ну надо сказать что в принципе у каждой колоды есть свое преимущество то есть по идее у королев севера во первых есть специальное свойство то что они если выигрывают один кон да то есть не весь матч как бы матч максимальный из трех конов да если выигрывают дополнительную карту а в гвинте вообще количество карт это едва ли не самое главное то есть даже можно жертвовать надо качеством карт ради количества карт вот поэтому скажем так у скритаэли свойства то что у них есть много юнитов как вот этот например которые могут становиться и в ближний бой и в дальний бой но у них по моему у них на основном у нас есть полный этап и плюс а плюс еще он добавляет себя а еще у них их акции как бы вроде есть такая плюшка то что при его колесо севера у них а есть такие карты которые если вместе выкладывать они усилия да 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 вот у других я кстати не заметил у них вот такой вот это не только не только у скритаэли подожди вот ты путаешь людей я не путаю людей я папу еще у королев севера есть вот например вот такой значок то есть две карты одного типа положенные рядом они усиляют друг друга у скритаэли есть во первых вот такие вот ребята да о которых играли во вторых вот с такой способностью то есть это одна карта сразу призывает несколько такие же карты с колоды но это есть не только у скритаэли это у чудовища это не из колоды потому что я смотрел эвакуация просто чуть ли не из колоды которые в принципе вот у них гарсов кстати тоже есть эти как ты видишь удивляющие другого дизайна карты так что ну естественно у каждой фракции разные лидеры но лидеры как правило это то же самое что погодные условия кролес севера я просто не видел такие умножающиеся карты так ну короче нам сейчас надо во первых почекать квеста только ты еще про нильфгард не сказал по этой а что про них особенности ну особенности у нильфгарда то что при ничей они выигрывают а у чудовищ то что у них сохраняется любая случайная карта случайная карта которая выложена в предыдущем раунде то есть раунд закончился одна карта у них остается которая была на доске как бы с их стороны игры с крочмарями значит ну нам нужно выиграть уникальную карту штепана но к сожалению с этими уникальными ребятами играть очень сложно потому что я в прошлом этом прошлом как бы в прошлой серии очень долго нубил поначалу это было связано просто с тем что у них банально крутые карты мы пока никого из уникальных ребят не обыграли еще но мы выиграли несколько кузнецов и купцов да 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 они дают карты некие да 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 такие значит просто чтобы собирать колоды вам необходимо выигрывать собственно карты у других то есть у обычных кузнецов торговцев кстати говоря в этом плане имеет смысл например освобождать вот этих заключенных у бандюков ну да потому что часто площадь торговц который потом появляется на карте мир и с ним может играть еще может покупать с ним что приветствует покупать можно некоторые карты некоторые карты купить но их весьма ограниченное количество дай мне сказать мы еще нашли несколько торговцев в которых были крутые карты в частности да ну крутые андрей нашел кого-то мега торгашам где будет целых 6 где-то карты ну короче говоря десятки там были если хотите найти эти карты просто грубо говоря потыкайтесь у торговцев по веленую новиграду потому что на самом деле их очень много но основных мы голоди бы обошли я не уверен сейчас будут мега советы от меня а то я сегодня проиграл так здесь там не было кстати есть здесь то есть здесь кто это будет дедмольд что у тебя последний не видел нет предела так у нас есть удвоение подожди подожди я приносили на меня да это нет о две синих полоски бесполезных картов две синих полоски гребаная пихтура тоже меняем так и на кого я ее сменял но у этого мужика по углу вот а понятно я или на эту в общем мы делаем первый ход но тут надежда только на то что у нас два удвоения потому что удвоение это мощная вещь и мы соответственно будем делать так поскольку противник будет делать ставку на ближний бой мы тоже делаем ставку на ближний бой с удвоением и с бонусом так а у него может быть казнь например у него много чего может быть но понимаешь если мороз то он себе подгадит понимаешь у него же очень много вот этих вот вот этих вот дрянь ближнего боя на тебя должны в принципе есть драук это вот так ну в принципе дождь юзаем не юзаем давай поюзаем у меня все равно с артиллерией все очень плохо а есть еще такое мнение что а вот блю 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 не пить ч это это все что я могу не успевать так умеет что почему то он я не обращивай полу вас так нету это стрелков то есть второго ряда то есть он только 3 или мне кажется так ну дрей че помнике вообще просто как ремаут шинполни он не разочный ну не думаю что этого чувака после этого не будет если бы они реально были хорошо ой вот из-за таких вот вещей конечно так и ланды ты можешь как бы знаешь чё вольно чё а ты можешь сейчас у него все карты выудить могу например вот так сделать могу нет нет только смотри в принципе у него у него же бонусы что так как остается то есть после секунды . я не сможет нужна будет хотя бы какая не как так он слов так еще нам делать но это и как осталось что учитывая что именно проблема с карты дошли малый потому что у него шпионов вроде нету а что то что что то предлагаешь сейчас вот сейчас у вас у него три карты что если все таки они есть я понимаю ммм не если выигрыш бой тебе карту дадут то есть можно вот этого шестерочка положить и ты выиграешь м сейчас дадут погодную но это всегда нет окей ну понимаешь андрея андрей андрей сейчас даже будет прикол что сложит карту и все остальные эти он короче он выигрывает андрей раунд и как не остается это будет ул вот это козлярство как не тратит собака вроде так ну что он идет мне тоже удваивать тогда придется удваивать в самом доме ты нет эммм эмм да 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 блин одна карта осталась rich как видишь он карты б лет не свои все всё есть одна карта а te таран как про преди р г Да. А у меня две карты, кстати. Только у него сейчас высушу, что у него одна карта, это какой-нибудь чучело или... А, это герой. Посмотрим. О, вот сейчас герой. Ну, это герой. Пробуем. Это герой. Не повезло. Мразь ты бляцкая. Все, что я могу сказать, а? Ну, тут пить это рандом все. Пить это мечтая, потому что. Потому что тут у него могла быть и галима карта, и хорошая. То есть все карты-то слои используются. Ах, блин. В общем, мороз нужно иметь. Может быть, я колоду свою первую пачку. Нет, нет, просто это... Это... Это не... Это после, я всплываю на сайте. Ну, просто на мои просеры уже народ насмотрелся тоже в серии. Так что, если в этот раз не повезет, мы с картами заканчиваем на 100-7. А почему именно с этим-то? Ну, потому что хватит. А почему хватит? Так, у меня есть мороз. Так, вот этих вот ребят надо точно обзорить. Ну, а вторая тема. Гениально просто. А да, у тебя есть дикста. Хорошо. У тебя есть чуть-чуть. Как казнь? По-моему, она бесполезна здесь. Не, почему-чем. Смотри. А, она все-таки весь ряд убивает. Нет, она убивает всех самых сильных на карте. То есть, если у тебя... Видишь, у тебя как раз очень много болванчиков. Ладно, то-то-то-то-да, окей. Или, знаешь, это как лоу. Подкидываем диксту, а потом казнь. Он самый крутой окажется после всех этих мяса и его козят. Ворога не будет очков. Так, подожди. Подкидываем диксту, и что? Смотри, допустим. Объясни свой тактический замысел. Допустим. Тактика от лаванов, все слушайте внимательно. Подкидываем диксту, нам дают карты. И он накладывает еще, допустим, какую-то четверочку, да? А у тебя гребаная пихтура. А казнь, все четверки, диксту тоже козят, от него преимуществом врага вновь уходит. То есть, потом повезет. Ну, это все-таки, как он выложит. Ну, может, пятерки выложить, и козят пятерки. У него четверок много, как я погляжу. Слушай, давай все-таки с пихтуры поймем. Ну, еще у нас самороз есть, то есть дикст, вообще-то не тотальный. Так, сейчас, что? Сраный уродец. Что ж я могу сказать об этом? Ну что? Ну что? Диксту можешь кроить, да не очень. Давай. Сейчас я второй чучел будет. А, кстати, он чучел посрал, можно, в принципе, брать. И было... Так, тогда я диксту забираю, что-то надо. А я могу забрать его? А ты поверь. Нет. Просто смотри, у тебя, в принципе, хороший. Рассказ у тебя есть чучело, у тебя есть погодные эти удвоения. То есть ты продолгаешь казнить диксту, да? Да, по идее. То есть ты должен, должно казнить его, ну, посмотри. А может быть лучше все-таки казнь на кого-то более серьезно. Ну да, 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 тоже. Вот я тебе и говорю. Да-да-да, Кривенского с одного мастера выкладываю. Все. Выиграл раунд. В общем-то, тут у Андрея есть как бы и вен. Нейтральные карты хорошие. Это раз. А во-вторых, у него есть медичка. Это очень хорошо. Ну да, медичка, медичка норм. Можно поднять грёбаную пихтуру, нихуя, это вообще так полезно будет. Не, ну, пенси, может раунд, если в сырём, то можно и все-таки заработать. Потому что пихтура не будет. А я знал, я знал это. Я давать его знал. Убрать умность. А выставь лучше катапульты. У тебя как раз медичка тоже катапульты. Я не надо, не надо её ставить. У тебя как там, говно лежат. И сразу будем сирать. Возвращаем, допустим, катапульты чучьего, на третий раунд играем. Медичка, за счёт. Мороз. Салтись, Мороз. Ну давай, Мороз. А если он... Да, подожди, подожди. Да, не буду кластик. Ждём, пока он выложит всё на передний этот. А потом уже ставим Мороз. Ну давай, это правило. Вроде свонючий. Всё, что я могу сказать об этом человеке. Ну а тебе ничего не остаётся делать. То, что у него очень много на ближний бой, то есть он будет всё у тебя морозить. Можно, в принципе, пытаться слить, а? У тебя медичка есть, чтобы понять кого-то. Так, давай я щучу, чего он кого-то заберу. Ну катапульта. Карт у него ещё много, то есть, как будет здесь. Не, ну, вот... Ну чё, дальше в этом плане есть бонус. То, что предопогодных своих плохих, все ж по единичку карты стоят. А они в основном много призывают за давлённых миском. Я не тебе объясняю это. Так. А, кстати, ну ещё-то конецик можно. Все восьмёрки уберём. Ну давай попробуем. Ну в принципе... Видал? Пшш. Ну ладно, может, было ещё подождать? Хех, можно было. Ну хотя, не, знаешь, одного грифона, наверное, не брало. Это всё-таки не так полезно. Ну и десятку убирать самый сильный, только брал грифон. Ну да. Приннимай, правда. Правда, всё равно, грифон будет два. То есть это усиление, двойная карта, она сама продолжает действовать, как его подморозом. Это... Надо учитывать при... Так. Если я сейчас выложу ещё сюда карту, и потом применю мороз. Наверное, с учётом того, что у него один ряд пустует, то у меня будет определённое преимущество. А... Кстати, ты медичкой можешь... Казнь, кстати, вернуться. А, или не можешь. Ну в принципе, ты можешь положить сюда вот это и это, а потом удвоение. То есть у тебя сама будет... Мясом завалишь, может быть. Плюс ты можешь себе вернуть карту. Короче, ладно. Ну это инхо моё мнение. И как раз, я думаю, тебе надо делать бонус на это. Мороз. Мороз, мороз. А чё мороз там? Ну 12-ка, у меня там 12-ка будет. 12-ка будет 12. Мне сливаться надо в этом раунде, я так считаю. Тебе так не кажется? Ну да, у меня карту снималось осталось. Ну... У меня у нас равное количество карты. Я говорю, он просто... Ну, карту. А у меня есть ли одна артиллерия осталась, тем мороз, что мне пригодится. У меня есть ли одна артиллерия осталась, тем морозом, что мне пригодится. В городе ты лебушет. В общем, дички. Дебил! Да, он! Вот сейчас он, возможно, совершил фатальную ошибку. А хуже остальные карты не видишь. Посмотрим. А зачем ты его там укладываешь? Всё-таки есть у них дальние орудия! Вот видите, я был неправ. Смотрим, чё мы можем здесь. О, мы, всё, всё. А хотя нет! Нет. Ир, да. Это всё. Я знал, что у него есть скаль. Чё он спалил, я стыдил? Потому что у него бы убил всех этих. Ну, вот видите, это, это и сраный имба. Всё, что я могу сказать про эту игру. Так, чё ж, продолжаем. Игра в очередной раз. Вылетела. Ну, это уже привычная ситуация, если честно. Не знаю. Мне это, конечно, дико раздражает, но делать я с этим ничего не могу. Патчи, не патчи, ничего не помогает. Беспалец. Так, во-первых, мы идём не к тому маркеру. У нас маркер слетел. Манна Новиграда. Маркер. Короче говоря, гвинт это игра для, извините за дротов. Это надо очень долго сидеть, пока тебе выпадет удачная комбинация. Кого-то добивают, по-моему. Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе. Ну, конечно, истинно. Я свидетелей ты себе нашёл, верю. А вот что за совпадение? Нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратит. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! О! Нет, нет, я ничего не знаю! У него так, борода так плавно, так влево-вправо, влево-вправо. Ты поможешь мне найти ублюдка-младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам, но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрою ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые, так что за этим ты уж сам присмотри. Ну давай. Идёт. Идёт. Окей. Окей. Перескачь ублюдка. Так, у нас есть целых два маркера, то есть. Не ведьма. А. мне вот интересно, реально в Новиграде 3000 этих болванчиков по-моему нам нужно что такое случилось что случилось они издеваются что я говорю в доз они повысили цены в стиме они продают моды в стиме за деньги взять его преследую как собака не лезьте ему под меч ну я тебя я тебя не знаю что это выхватывает да ничего нормально это здорово, я тебя не помню да так как вы блять не научитесь не идет я не перебал просто слушаешь как не был короткий да до свидания ничего ничего произошло так или это какой-то квест который у меня отображается какой-то новый квест доп задания да нет вроде да все квесты вроде старые то есть это просто была такая драчка короче окей умеем ну я подозреваю что так ну допустим захотим м а то это у м дадим к читала с такой нему что ничьи я не хочу так не курил так краснолюдор зайдись во боже мой ничего откуда у тебя вещь то за закрофкил ты уже давно так пишет хрень болт ой еще кто-то там в сфере скачки и выстрелы говно и ты верил зря таких вопросов вот это было кто это как видишь в этом году граники поскорился разве что подчеркнулся с отлично пашнули кроме того что мнение не имеются самого убитом не дадут приема как раз его я считаю в нем вот я не могу заполнить сюжетный квест мы скажем так можно так сделать конечно контратаки здесь работают плохо все равно вот нам здесь нужны ворота престолуто которыми я не пользуюсь потому что они во первых на альте стоят что очень неудобно вот что в шкафу в шкафу я отвечаю все в капусте или до полусмерти эй ты слышишь меня? ты живой? не добивай и у мыслях не было ты кто? я слышал крики все понятно я бог из машины как тебя зовут? Рико Рико Майерсдорф что ты делаешь а ты как думаешь сижу вот ну ладно не буду умничать они решили что я шпион бедлама вот и схватили а ты шпион? ну вроде как и чего ж ты вроде как вызнал? ублюдок снюхался с риданцами не знаю точно в чем там дело но дружится он с ними больше я ничего не знаю так звучит дружится с ними я тебе не делаю я тебе не делаю я сказал тебе все что знал глянусь пока останешься здесь нет пожалуйста подумай еще еще не поздно слышишь интересно дикстра знает что младший сговорился с риданцами окей что то есть полезно сексирование так что вы послушные не объяснили кого вот сюда рико просто так как так как пропечаталась я просто говорил и нереально вошел ну рима и начал рима а тут это имеет такой принципиально можно да администрации как я столько в этой игре ошибок дел причина с того что я не все персонажи из книг опознаю сразу правда они не всегда и похожи потому что я помню тоже Сабина Глевисик в игре сделано не по книге если че так не он самое время а че я восполняю запасы а в шахте ведь как на войне тут что нибудь хорошо трудно тебе тут будет с работой ведь так было бы все блюдку машуту ты будешь на меня нападать еще что это я бы уже знаю и не пропущу и не стой здесь обман нигде ощущение я люблю что говорить с привратниками мы часто приходим к согласию здесь честно столь сегодня у меня терпения на исходе так что пропустите ли я пройду на арену по вашим трупам видал петушка он нам угрожать будет не пугай не пугай не пугай обосрешься а ты оралит не умеешь заходи да вытащи ты ёпт нахера в игре функция авто вытаскивание оружие с она толком не работает ну ты у тебя сегодня плохой день рука улетела в стену ул иди иди сюда субботец владельцы в сфере а вот ваш бутылки Надо обыскать эту нору Я золот Слышь Сейчас я кругу окрасил Иди, иди сюда Ози сады лауты Используйся не крикаты Баги даже остались Здесь надо использовать ни ворота, ни крикаты Аксиш То есть я ждал пока он находится Знаешь как раз делаешь Как ты катание длиннее Если больше времени становится Энергия наше, ты больше идешь Ой, что-то тут какой-то Фруктовый сад Я там Че за какая-то бед Аксиш Кстати, на это задание почему-то рекомендуют Девятый уровень Аксиш Может быть он был Может он был Плевать Выпунили больше всего Плевать Плевать Да, мне на все плевать Мне эта игра начинает бесить Аксиш Ну я как-то ждал от него большего Честно скажу Ну не да, снимай GTA, это идеальная игра конечно Я их титер еще больше Может как и буду делать, не знаю То что GTA я видел все, это еще не Ну Игорь Игорь Смотри, Игорь Смотри Просто У Вавана есть тут знакомый Да не дряки Такой уже раздолбай Да я еще после был Да у всех Да у всех Поли боссов Поли боссы есть знакомый раздолбай Игорь как-то Простит просто Я тебя щи мажь калинтур канала делаю Все 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 Вот с поищи Обращать внимание Такое название Которое они не знают Только иначе Пробу мальтом Можно глуши глуши агушисты при спальтом сработал ключ да алё что стоит я не знаю что тут проделать вае после петельки а факел туши его бобу нет бомбы здесь не для того магические сети так продолжаем вспомнил я дикстри у тебя есть минутка да чего ты хочешь дикста в жизни такой же или сотрудничать с родовидом на меня это верные сведения ублюдок больше неприятностей чем ему более у нас источник вполне надежный это могло бы объяснить почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным чтобы ломиться из большой четверки мне нужен кто-то кто проведет меня к младшему у тебя же есть старые связи в ряда не от а вот у тебя есть поясни и мелец бывший командир славных синих полос смекаешь хорошо хорошо он затаился вместе со своими людьми в лагере у оксенфурта загляни к нему он хоть порадуется то есть типа по умолчанию видимо считается что я выбрал роше да ну такой мужик в этом короче говоря такой шапке только буквам плакин все банны намотал поток башки и так освобождать что у товарища как бы не надо да так еще раз найти укрытие джеку ваш давайте я просто уже не знаю возможно я перекомпоную эту серию на логическом порядке потому что мы бегаем туда сюда ничего не можем найти все это выглядит очень мягко говоря специфически то есть смотреть как я там лазью по локации не знаю куда бежать наверно удовольствием не жаслить гладь разными видеть просто интересен геймплей геймплей нам насмотрелись сколько уже на записи сколько там 36 часов уже порядочно включает видео именно вот это вот здесь геймплей показывает это очень четко играет сейчас он дай в общем я могу в общем я могу будет если за покупку потому что тут уже и не смотреть можно вот так могу делаю будете залупаться получите мечом по морде веры злой я ваще в ахуе сижу я первый раз вижу золу гензор очень даже зле а у тебя стальной меч салон по-моему да нифига себе это вам первый раз когда вижу что у него был стальной меч чтобы все сереб пошли всего задавлю растопчу ул а он структура а как бы загонять ведьмаку и выбивать уху это кривийский ведьмак стоит гря хочется что идет овеносинскать не могу не пишет как бы сакрыли выпускать на руках потому что здесь нет ничего интересного мы спорим сока принятели комментарии на красные вещи Славные бритвы! Это магия! Алло? Эти краснолюбы поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Тебе навекает, не ищи кого-то, а вот съёп вы лучше. Тут все вычищенное. Ага. Борис вернул на в Роше. Владимир портезан. Да, помню, со своё время Роше сам боролся с партизанами. Ирония судьбы. Внесли всю пару. Так, ну к Роше мы ещё сходим. Я, честно говоря, не знаю по поводу этой арены. Но сейчас ещё раз сходим. Я, видимо, вырежу наше похождение на арене, потому что это полный бред. Ничего мы там найти не можем. Не работают красные объекты. Да. Причём я подозреваю, что, может быть, они даже теоретически работают. Да не работают, скажем так, у нас в игре, может, забагали. Да. А теперь то, что всё испортит. Ну, в общем... Там был геймпоон настолько мягко, как ты с Илладин, так что Андрей Крати забомбил и всё. Ну да. Я тебе буду всё объяснять доходить. Я, может, в этот момент тоже вырежу. Всё, всё, пока в чём-то погоде. А! Ну вот. А! А! За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. А! Белоголовый, вы глядете сюда! Что-то мне кажется... что у нас тут объект не работал чисто из того что мы что-то не вовремя сделали что мы это да наверное надо еще с активированным расширить здоров я не уверен нет я боюсь что мы скорее всего должны были сразу всех залутать потом в определенном порядке то есть например активировать что этот светильник только тогда когда там у нас был ключик такой яско я привыкла у него опять он не так поставился так не наращая якобы это же приключился а здесь а тоже на роше направляет стоп куда он мне вообще куда мне сейчас направляет топа он один на стол а теперь арену не найдет а та 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 короче в жопу идем крошу я даже я да в попу редкий случай поверить это прям вопросник будет очень охренительная вода то волк это увидел кавычка конечно да если это подозрение что тут так сделано обычные случаи то что мы типа сделали то что можно узнать все разным способом пишем нормально все там хотя бы не вовсе он после общества слышать короче а ну вот типа зовут алюмина заряжен 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 злой даже ли не может быть позвольте разработчики мы сделать так чтобы мы шутку с различными способами но если одним сделали другой ащи даже если вы напоим его сделали в плейлице и ящи теряется не связано все можно типа может быть очень хорошо я мог бы учить заряд мы там поговорить типа мы это дверь сегодня открывается то что паузу чем в господ после он так что дверь не открывалась даже если там чемпионат просто какая-то кровь все такое грех все такое и 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 Слаква. Ну, все, все, все. Ну, давай, семецкие партизаны, рассказывайте мне что-нибудь. Офигительные истории. Сказка, па-то, как герой к носу в коляс. Смешно. Шутка за 300 было, сейчас это было, ладно? За 200. Окей. Да, фабрику Роше, ну, еще в прошлом году закрыть. Понимаю. А за тобой надо думать, грибники лагерем стали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Ты капитан. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Что-то подсказать, что он вот что-то с ебалом. Ммм. Раз он мне так быстро показывает. Или нет. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Нет, все нормально. Ну, главной убор не женился. Последняя надежда Тимерия. Точнее, я его точно не помню. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Рошель, я не могу их тут бросить. О, Бьянка здесь, что ли. Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Я уже бы всех персонажей покакал. Гринцы, я знаю. Даже достаточно. Как ты здесь оказался? С войском пришел. Как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую Тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Но что-то как-то не получилось. Мы и держали. Три дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса. Какие прекрасные, высокополигональные и текстурированные бревна в полене. Но Родовид оказался ничем не лучше Ингера. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скайтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скайтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. По-моему, Тимерий уже не в флаг. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь навстречу с Риданским шпионом. Мы встречаемся под Эксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты знаешь, кайф, бедительная была опция в диалоге. Что ты здесь делаешь? Наверное, хочется заявить, по-моему. Нет, я не хочу заявить, по-моему, кого они сейчас интересуют. Всё! Он так и не сказал, что он тут делал. Именно вот в ответ на то, что ты сказал. Ну, вообще он шпион, так что это нормально. Матушка, Тимерий, меня рейтла! Объедительный, декорый, и нафиг мне рейтла. И меня достал, Сидор. Окей! Ой-ка ведьмака, тебе не хватало. И мне тоже не человек выбирали. Андрея заразился. Выпусти меня отсюда. Отпусти меня, чудо-крова. А с Бьянкой можешь побазарить, да? Чёрт. Чёрт факер, блядь. Ну да, реалистичный человек факер. Просто Бьянка нам, может быть, квест даст, потому что она что-то говорила. По поводу чего-то, кого-то бросать там, не бросать. И меня достал, Сидор. Чё достал, если вы знали, как меня достал интерфейс этой игры, не отправление. Когда-то королеву гибал, дальше он командиром. Ну правда. Так, и чё? Объянки нет, да? Бьянка слебал. Ну, можешь увидеть, я измокаю. Ради, сейчас я её немножечко... За речку-то надо повнимательней. Проверили. Проверили. Я думала, чисто, катсценовый персонаж. Ну, вообще... Проверили. Ты меня достал, Сидор. А мне достал, что ты говоришь, как я тебе достал. Эх ты, рождяпа! Бельмак ведь не может, Господь, сразить, а? Ну, то, что это тоже. Так, можно наверх сладить. Давайте сладим наверх. А правда, что ты когда-то в королеве с нашим командиром? Только ведьмака этой, братвей, не хватало. И меня дам... Короче говоря, Бьянку я не видела. Она, наверное, здесь где-то есть, может быть, даже Клэ сдаёт. Но... Да, ты же как бы... Так, попроще, как слизистить, правда? Ведьмак ведь не может вас возразить, а? А правда, что ты когда-то королеве убила с нашим командиром? Эх ты, рождяпа! Не правда, я... Королеве убила у меня ключитали. Блин, вообще... Я как-то, наверное, как везде и есть, но... В каких-то подобных местах, типа, со стажниками или аккальниками... Так, а мы кстати... Особенно они богаты классами, прямо как стажники в Скайрине, блядь, блядь, блядь. Постому всем пострелили колено. Так. Пошли в шахматный клуб. Мой звездной вот-вот должен быть. Готовы? Звездной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. А, простите, если что он был... Ты у себя связной. Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Пойдем. Что-то здесь не то. Смотришь это самое? Да как обычно. Посмотрим. А вот и Митина. Ну тип сидит в короне тордовит что бы, а я не понял в кого его было. Вот какой-то узкий тип сидит. шах и мат я счет не пойму говорят что это а ну да игра от носа рубеж что шахматы учат стратегическому мышлению вот этот ворот ерунда пешки одинаковы с обеих сторон правила всегда одни и те же ничего общего с жизнью вот они с удовольствием знаешь ведьмак зачем я играю чтобы вывести курица плену пол это упражнение на гибкость ума нет я сейчас обыграть и ирбовиду шахматик секрет да я играю в этих фигурках шумит кровь приложил ухо и услышишь шу-шу шу-шу сердце перекачивает жизнь я пешку и слышу хруст что здесь его и мы увидел я говорю о кишу крик из глубины дель я хочу сломать шахмат выдавить из них правду понимаешь о чем я хватит бывает двухсмысленностей пидарас журецка а люди бывают двухсмысленностей да что ты там понимаешь даже сами очевидны ты так говоришь чтобы подлизаться я же образно говорю что-то мне товарищ вообще не нравится первая скрытая истина король всегда окружен дураками разработчиками что нет все еще не понимаю неважно скажем все не брать максом все объяснит я ищу ублюдка младшего знаю что он пользуется поддержкой ряданий зачем ты его ищешь это мое дело не буду наставить я разместил младшего в имении в Оксенфурте о нем знают немногие тебя туда не впустят но ты скажи что пришел по поводу делок младший постоянно требует приводить к себе женщин мне говорили что он не хорошо с ними обращается дал мне кого я помню так издавали эту кастарь я тоже помню дал мне Вилли какой виленький а сейчас давай скажем а Вилли наверное ублюдок вот так зовут наверное давай я ценю жест твое величество король должен быть суров с врагами и щедро с друзьями кроме того я рассчитываю на взаимность ну чё тебе надо сделать теперь всех врагу к тому же младший мне уже не нужен большой четверки больше не существует в свое время я напомню тебе об услуге а теперь всё идите ждите ведьмака 4 не ну по идее как раз вот не должно быть хотя я не знаю CD project трек у них кончатся деньги и они скажут о мы делаем новую ведьмака даже так всегда бывает Сапковский по-моему не одобрял и главное я знаю где искать младшего знаешь что Герт я ведь тоже хотел просить тебя об услуге у меня проблемы с Бьянкой и мне нужно чтобы кто-нибудь ее образумил зайди ко мне в лагерь я все расскажу хорошо Роша я подумаю до встречи ОК Отдепет Толку за окро так секунду Ну пойдем сперва кроше Геральт из Ривии живой и здоровый Говорил у тебя какие-то проблемы? Ммм, с Грианкой Она взяла пару людей и ушла за реку Бить Нильфов в Еворнике И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься Да, если им приказали А я запретил ей покидать лагерь Бессрочно Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли Нильфгардцы об этом прознали И теперь появилась информация, что они собираются Устроить карательную экспедицию Повесить каждого пятого Или что-то вроде того Кажется, я понимаю Бьянку Непонятно только почему ты против На войне умирают люди Не только солдаты, но и гражданские Всех не спасешь, вот и все Мне казалось, ты идеалист Ты не ошибался Ты не ошибался Только у меня один идеал Сейчас кофте киралки Ради него я пойду на все Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова Не в этом дело Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мудя Ручками Я с серией одеждой Это был риторический вопрос Так что вместо того, чтобы спрашивать Лучше просвети меня Солдат мыслит тактически Он знает, когда нанести удар Когда отступить Когда идти в атаку А когда ждать У Бьянки с этим проблема Она горячая Порывистая А в партизанской войне Один неверный шаг И все пойдет нахер Я приказал ей оставаться в лагере Потому что боялся, что если она пойдет на дело То она делает бед И я был прав Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной Я-то как могу помочь? Не думаю, чтобы Бьянка вошла в деревню Скорее она с ребятами Засела в соседнем лесу Надо найти ее Пока она не пошла в атаку И остановить Ты мастер читать следы Помоги мне Можешь на меня рассчитывать Спасибо, Геральт Я твой должник Тогда встречаемся в Велине Под деревом висельников Оттуда до Егорника Рукой подать Окей Ну, знаешь, самое главное Поэтому На квест у нас не ограниченное количество времени И Бьянка с вами будет Положить Ну это, да Это стандарт При том, что в игре вообще-то бывают квесты, на которых время ограничено Ты помнишь, Антон Надо было На следующий день Там приходить Так Будем Так Ну, есть мы Дома, Кася, что вы может Было все извините Так Так А Где 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 ударить после захода солнца когда что еще люди трое легко вооруженные пытаются подобраться поближе там у смерть черная мы опоздали стараться рота спасти бьян что от сам и себя ну написано бисик нильгарцев а не аватарка страшнее чем есть вопрос где бьенка опять глючик кстати озвучка ну вот боевая музыка не прошла куда-то убирай о боже уху руки прочь ой еще забьется уже и в адрес что что лев сотворились Роше, помогай мне, что ли? Хотя бы лифчик бы надела Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться Я твой командир Снимите это немедленно Ты будешь меня слушать Ты по-прежнему в армии, мать твою, занову Я не могла их бросить, они нам помогли Дело солдата Бьянка убивать, а не спасать Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители Учись на знахарку, ебаный кер Давай оружие, получишь обратно, когда образумишься Если образумишься Идем Френ Ого, похоже, вы взяли пленного Мы пленных не берем Роше, ты забрал мой меч Но я и так справлюсь Оставь его Хватит здесь трупов Что? Ты меня слышала? Да, я поверить не могу Он пришел, чтобы убивать гражданских Он нас видел И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость Думаю, сам Роше прав Кроме того, убить безоружного Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли? Это же садисты! Окупанты! Я потом объясню Ты, Нильф Вали отсюда! Моран тайнг Сдир мандава Иди, пока я не передумал Ладно Идем, пока патруль не появился Спасибо, Геральт Если вдруг что Ты знаешь, где меня искать Черт знает, что творится Родовит Вместо связного Хотя, я так понимаю, что это Он и был связный Да, раз вообще не убился Как он Пьянка, черт знает чем Занимается Партизаной Черт-те что, короче, творится Я думаю, какое мнение, чтобы стили завершить Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Дальше будет Еще больше полного Полнейшего Бреда Куда с вами были Андрей Иванов Всем пока!